Привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы с вами будем говорить о мужчинах и об MLM бизнесе. Вообще, стоит мужчинам сюда идти или не стоит? Почему актуален этот бизнес на сегодняшний день? И вообще, как привлекать мужчин в бизнес? Как их удерживать? Что нужно говорить на встречах, на презентациях? И чего вообще не нужно делать? Но вначале давайте с вами познакомимся. Меня зовут Владимир Коваленко. Я топ-1 одной MLM компании, также эксперт в области продвижения MLM онлайн и автор курса для MLM предпринимателей «Упакуй и кайфуй». Я вхожу в привилегированный совет своей компании. Я чек номер один, топ-1. И у меня команда выстроена уже в шести странах мира, а также численность насчитывает структура более 60 тысяч человек на сегодняшний момент. И каждый месяц мы делаем большой прирост в товарооборотах. Поэтому я думаю, что мне есть чем с вами поделиться вообще, почему я пришел в этот бизнес и открыл разные бизнесы. В общем, смотрите это видео до конца и вы узнаете, в чем плюсы, в чем минусы, стоит ли вообще обратить мужчине на этот бизнес и сделайте свои выводы. Поэтому погнали вперед, не переключайтесь. Что мы с вами разберем? Мы с вами разберем, что нужно говорить мужчине, когда зовете в сетевой бизнес и что нельзя говорить. Как удержать мужчину в бизнесе и что показывать на презентации бизнеса, когда вы это будете делать, рассказывать и показывать. Если вы готовы приступать, то тогда, конечно же, вперед из песни. А вообще по статистике мужчин в МЛМ меньше, чем женщин. Причина тому, что мужчины не верят в сетевой бизнес, потому что у них сразу ассоциация, сетевой бизнес, либо это развод, либо это помадки, кремушки и все такое. Не верят почему. Нам мужчинам еще также нужна стратегия. И нам нужен захват рынка, нам массово и сразу, раз и сейчас. Но есть один замечательный факт, что мужчин в МЛМ меньше, но топ-лидеров в процентном соотношении мужчин больше, чем женщин. Поэтому мужики, не все потеряно, вперед сюда. У нас все-таки больше топчиков, а топ-лидеры это те, которые заняли большие, высокие позиции. Поэтому имеет смысл приходить в этот бизнес. Я пришел в сетевой косметический бизнес. Будет такая небольшая история, как я тут появился. Потому что вначале зашла, конечно же, моя жена. А я пришел в сетевой косметический бизнес не заниматься продуктом. Я занимаюсь построением бизнеса и выстраиванием огромной дистрибитерской сети. Ну и я работаю с самыми успешными, с самыми красивыми женщинами. Это факт и это большой плюс. Так что, мужчины, плюсуйте. Вы об окружении самых красивых женщин. Потому что в основе это женский коллектив. Как бы кто ни говорил, у нас мужчин меньше в этом бизнеса. И здесь есть возможность всегда расти, есть карьерный рост и личностный. Что немаловажно, потому что когда ты врываешься в этот бизнес, постоянно нужно развиваться. А окружение, как вы знаете, очень влияет на то, как вы будете развиваться дальше. И я здесь, чтобы зарабатывать на самом деле большие деньги. Можно найти бизнес вообще, где ты будешь зарабатывать, но только чтобы закрыть основные потребности, базовые. Но при этом ты будешь не спать по ночам и не видеться с семьей. Потому что я это знаю не понаслышке, потому как открывал в свое время несколько бизнесов. Какие-то были успешные, какие-то менее успешные, какие-то я продал. И знаю, что линейный бизнес намного отличается от сетевого. И дальше я вам расскажу немножко, почему. Здесь же в нашем бизнесе ты можешь получить готовую систему, где все есть по шагам, доступно, без вложений и рисков. Наверняка, когда вы слушаете, что приходи сюда выставить бизнес, и здесь не нужно вложения, вы сразу думаете, ну, короче, наверное, какой-то лохотрон, развод. Но если копнуть глубже, и я, кстати, тоже так думал, если копнуть глубже, вы тогда разберетесь, почему это не так. Здесь все на самом деле прозрачно, для налоговой, и здесь все большие деньги. Здесь путешествия, автомобили, сцены, признание. И самое, что есть, важное, я это сейчас осознал, раньше это не так, это понимал, что мы помогаем окружающим зарабатывать и менять жизнь. Это выгодно всем. В сетевом бизнесе это выгодно всем. Вот, и все-таки, когда зовете мужчину в бизнес, ему необходимо знать и показать следующее. Смотрите, что я могу... Давайте, первый пункт записываем. Все успеваете, все слышно, все окей, я понимал. А то бегом-бегом, хочу рассказать, там говорят, чемпионат России у нас идет. Дальше, смотрите, все, поехали. Что я могу получить в материальном плане? Денег сколько? Мужику нужна конкретика. Когда вы ему рассказываете, когда за этот бизнес, он хочет так, сколько можно заработать. И это нормальный вопрос, потому что мы мужики, мы логичные, мы любим цифры. Дальше. Покажите мне того, кто здесь уже зарабатывает. То есть мужчине нужен пример конкретный, на кого он может посмотреть, что здесь реально можно заработать. И это, с другой стороны, мужик, он же охотник, да, он же по своей натуре такой человек, который любит соревнования, спорт и мужчина, это как одно целое. А в бизнесе, бизнес это по сути тоже спорт, где есть какой-то эффект соревнований, и когда ты соревнуешься, ты больше достигаешь. Также, ему необходимо знать и показать, какая система у тебя есть. То есть система обучения. Что мне нужно будет делать? Если для мужика это новый какой-то бизнес, а сетевой это немножко не похож на другие бизнесы, да, то это нормально, когда ты приходишь, и у тебя первый вопрос, что мне нужно делать, я ничего еще тут не знаю, не разобрался. Вообще, ну, либо я тупой, либо покажите, что делать. Это вот у нас сразу возникает. Потому что мы логичны, нам нужно конкретный, это раз, два, три, четыре. И мужчине нужно показывать, что конкретно, и какая система у тебя есть. Также мужику нужно знать четкий план, как в определенные сроки организовать, ну, грубо говоря, продажу помад вагонами. Мы не любим небольшие кусочки. Мы же хотим гигантизм, мы сразу хотим захватить рынок. И поэтому нам нужно знать конкретный план. Женщинам немножко по-другому. Женщинам нужно, наверное, больше продукт заходить, или вот, посмотри, помажь. Мужику на самом деле пофиг. Продукт не столько важен, а ему очень важны цифры. Дальше. На презентации, что ему нужно показывать? Первое, что ему нужно показать, это гигантизм. Как я уже сказал, мужикам нужно показывать. Покажите, что здесь есть путешествия, что здесь есть машины, квартиры. Он получает в управление, прямо ему так говорите. Ты получаешь в управлении огромную бизнес-машину, бизнес-систему, и на тебя начинает работать огромная штаб-квартира компании. Производство, логисты, маркетинг, ай-федия, бухгалтера. Чтобы сделать, чтобы ты мог сделать огромный товар-оборот. И когда вы вдруг говорите, что на тебя начинают работать, что огромная бизнес-машина, он сразу себя сопоставляет с их big boss, я big boss. Поэтому уже интересно. Вы сразу показываете масштабы. Дальше. Второе. Проведите сравнение открытия бизнеса самостоятельно и с нашей поддержкой. Мне это очень нравится и очень заходит, потому что до сетевого я открывал бизнес и всегда мониторил рынки. Мне было интересно. И везде одна и та же картина. Нужно вложить бабло. Нужно, чтобы у тебя был минимум полмиллиона, а то и больше. В основном в среднем это лям, миллион рублей и выше, для того, чтобы открыть свой бизнес. И у нас, нужно говорить, что у нас бизнес на рычаге. Прямо вот скрипт. Вот чтобы открыть бизнес самостоятельно, нужны вложения. Такие-то, да? Еще бухгалтерия, маркетинг, офисы, персонал, обучить их, рассказать. И потом ты понимаешь, что еще в этом нужно уметь разбираться. Не просто на те люди, а ты еще должен уметь контролировать эти бизнес-процессы. Понимаете? И, ну, у нас в компании, если ты будешь сотрудничать с нами, с нашей компанией, например, да, вы говорите, что, ну, все вот эти моменты закрывает компания. То есть все эти сотрудники, и все, они работают удаленно. А тебе всего лишь остается два действия. рекрутировать и курировать. То есть ты занимаешься бизнес-процессами. Понимаешь? То есть вовлекаешь, курируешь, вовлекаешь, контролируешь. Очень просто. И когда вы ему раскладываете, что там вложения, куча всего, а здесь этих вложений нету, и все вот эти потребности закрывает компания, тебе всего лишь два действия, он такой, репу почесал, прикинул, окей, мне нравится, поехали дальше. Так, смотрю, вопросов нету, значит, все нормально, все слышно, окей. Дальше. Вы можете мужчине сказать, ну, не можете, а следует ему об этом сказать, что те усилия, которые приложатся в начале, сейчас, будут приносить тебе доход еще больше через год. То есть, ты сейчас вложил, год проходит, у тебя эти же усилия уже вложены, и они еще больше набирают оборота через два, через пять, через десять лет. Например, ты летишь в самолете, или лежишь на диване, или под пальмой с коктейлем, как вот мы любим все говорить, а тебе на счет поступают деньги, а ты свое время можешь посетить себе и семье. Да, это не всегда. Не нужно одевать розовые очки, что вот здесь, вот так, многие говорят, что так, пришел, делал, десять человек пригласил, тебе еще десять, 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 у тебя крутая компания, большой бизнес, тебе нифига не надо, сидишь на диване, и все нормально. Но помните, что между диваном и попой культура не пролетит, поэтому очень важно все равно держать руку на пульсе. Не нужно говорить, что здесь халява, да, приходится работать, но в любой момент ты можешь, так у тебя бизнес в телефоне, в кармане, бизнес в кармане я буду его называть, взять путевку, как вот мы сделали, взяли путевку в Турцию и летим своей большой дружной семьей, отдыхать, будем купаться, загорать, с детьми, но бизнес или что, у меня на контроле здесь, у меня есть команда, которая работает, понимаете, команда, которую я создал год назад, она сейчас работает, делается товарооборот, а я с этих товарооборот получаю работу. Выгодно? Конечно, выгодно, только, не буду говорить, кто, не рассмотрит здесь очень привлекательное предложение. Еще важно, как вы, конечно же, это рассказываете, если вы там запинаетесь, то, конечно, мужчина скажет, так, по-любому, здесь развод, если вы с позиции впарить, если вы с позиции подключить, это заранее програничный вариант, потому что мужик, у него чуйка, он вас парит и скажет, я не лох, ну, это же литературное слово, то еще не говорится, подумаем, что я там просто выражаю, а я не лох, меня не проведешь. Нет, вы должны, если вы с мужиком со мной общаетесь, вы должны четко бам-бам-бам-бам-бам рассказывать, чтобы не было видно, что вы не уверены, что вы чего-то боитесь, чего-то боитесь не договорить. Потому что мужики, они охотники, они сразу чуют жертву, палится она или не палится. Окей? Дальше, что нужно сделать? Показать место в бизнесе, что он не маленький игрок в этом бизнесе. Это очень важно для мужчины, что он, ну, не просто какой-то винтик, и что он не является продавцом, а он руководитель процессов, организатор бизнеса, по открытию, реализации партнеров, магазинов. И почему он должен быть с вами? Потому что я могу. Ну, если он может быть вопросом, почему я должен быть с вами? Вы говорите, что потому что я могу показать, я буду тебя курировать и обучать. Аргумент. Ну, конечно, там больше, больше, чем нужно рассказать, но вы должны аргументировать. Опять же, часть назад, у вас должна быть определенная система, по которой план, который вы дадите мужчин мне, и он будет помнить с тобой. Дальше. Все окей? Окей. Дальше, что ему нужно? Признание. Как бы кто, что ни говорил. Раньше я тоже так говорил, что мне признание, ради бога, не смешит. Я, это сцена. Не-не-не, это не про меня, я вот эти понты не люблю, что-то мне будут хлопать, там выйду на сцену, медалями позвинить. Не важно. На самом деле, это ложь. Смотрите, признание, мы мужики, признаем мы это или нет, мы мужчины, но нам нужно и важно признание. В этом бизнесе, да и не только бизнесе, в жизни, все укрутится в признание. Покупайте недвижимость, мы покупаем недвижимость, автомобили, крутые костюмы, часы, цепочки, туфли, путешествия. И для чего мы это делаем? Для того, чтобы показать окружающим своей семье тоже в первую очередь, своей половинке, ну, жене, любовнице может быть, у кого нет жены, вот, что я крутой, я мужик, все, у меня все схвачено. И кто, вы, наверное, все это замечали, что мужику это важно, как бы он ни говорил, на самом деле, все мы делаем это для того. Эго у мужчин сильнее развито, и больше, ну, больше, чем у женщин. Признаем мы этот факт, не признаем, но все на лицо, как говорится. Вы согласны со мной, друзья? И здесь тоже важно понимать, что если вы хотите быстрый рост, ну, рост группы, своей структуры, то важно приглашать мужчину. Потому что мужик, ну, сейчас дальше скажу, а если вы хотите увеличить товарообороты, то приглашайте женщину. Почему? Мужик, он сразу, он увидел, так, нет, схему бизнеса, все, погнали, и пошарашил. Работает. А женщина, когда пришла, ей что нужно, помазать ручки, там, понюхать, все разорвать. Не все женщины, конечно, но зачастую нужно все вот это вот ими-ми-ми, попробовать продукт. Мужику не важен продукт, а женщине это важно. Да, и она вот это вот будет товаро пробовать, повышать товарообороты. Поэтому, если вам важен рост бизнеса, приглашайте мужика. Скрипты вы уже получаете сейчас от меня. Если вам важно увеличить товарооборот, приглашайте женщину, они вам ждут товарообороты, будут расти продажи, и все будет хорошо. Друзья, согласны? Так, что нужно сделать, чтобы удержать мужчин? Очень актуальная тема и вопрос. Вообще, по статистике, по статистике, мужчины уходят быстрее из MLM бизнеса, потому что они в принтеры, им нужно быстро бам-бам-бам-бам, и погнали. Не получилось? Ушел. Про не получилось, я еще в конце скажу. Но вообще, чтобы вы понимали, они поэтому уходят быстрее. Потому что мужику нужно здесь и сейчас. Ну, таким вот мы лично. Либо здесь сейчас, либо эта вся херня не работает, я пошел дальше что-то искать. И будут искать себя себя в жизни, но зачастую, пока он ищет, он сидит на диване, терпила, а жена там разбирается в бизнес-процессе, а я молодец. Ну, типа, я уже себя не нашел в жизни. Мужики, простите, но уже так бывает. Там, наверное, было такое ситуация, но недолго. Это важно отметить, отследить и проработать. Дальше. Что же все-таки нужно сделать, чтобы удержать мужика? Показать мужчине значимость среди коллектива. Нужно, ну, вот, к вам пришел мужчина в компанию, да, нужно его завести в коллектив, познакомить его, чтобы его поприветствовали. Если есть офис, отвезти его в офис, познакомиться со всеми, с командой, с партнерами, и он должен понимать, что он нужен, и он не сам. То есть мужику эго надо потешить, что вот, он значимая фигура, что он не сам. Это вообще основа основ, когда вы приводите мужчину. Завели, и даже если в онлайне, заводите его в чат, и говорите, там, сделайте ему промоушн, вот, к нам в команду попал какой-то мужчина админициозно, хочет зарабатывать, будет помогать. Вообще, мужики, для чего нужны еще в коллективе и женская? Мужики наводят порядок в голове у женщины. Когда появляется среди женского коллектива мужчина, женщины вместо того, чтобы этот сплетни разводить, бла-бла-бла-бла, не фуг, увидели мужика, так, это природа такая, нужно завоевать его, ну, его показать, что он классный, ну, это природа. Женщины начинают хорохориться, и им уже нет времени на то, чтобы бла-бла делать, они просто берут и начинают работать. Вот, есть такой момент, кто замечал, что когда в женском коллективе появляется мужчина, какая бы ни была женщина, все они из себя, сразу духи, помада, каблуки, мини-юбка и погнали. Вот, меньше трепает, больше делает. Дальше, все окей, все окей. Следующий шаг, нужно сразу ввести в круг своей группы, то есть, в офис ввели, коллектив ввели, еще у вас группы, вводите его в круг своей группы. А когда ввели в группу, он уже оперился, все, я молодец, я мужик, все хожу, и вы ему говорите, я прошу тебя не подвести меня. Мы с тобой начинаем большой бизнес, и вот сейчас тебе нужно делать вот эти, вот эти, вот эти вот шаги, которые ты начинаешь откинь, что ты молодец, ты все знаешь, ты красавчик, мы это все знаем, не спорим с этим, но начинай с позиции ученика, потому что это если новый бизнес для тебя, подарить мне новый, я часто замечал, когда приходят мужчины с других сетевых, ему, он там без результата, либо когда-то результат был у него 10 лет назад, а я тут молодой, ему начинает рассказывать, что нужно делать, он говорит, я это все знаю, все окей, поэтому он либо отпаливается, либо стоит на месте, ничего не получает, и это нормально, поэтому важно сказать, что ты начинаешь с позиции ученика, а я, я, я наставник, но потом появится у тебя команда, и ты станешь наставником, окей, вот такие договоренности вам нужно сделать сразу. Дальше, вам нужно правильно донести идею бизнеса, мужчине, идею бизнеса, а не товара, чтобы он понимал, что он здесь не продает, а мать, и что это не суть важен, товар, что ему нужно, он бизнесом пришел заниматься, если вы ему будете больше про товар рассказывать, он скажет, слушай, он быстро отвалится, донесите ему идею бизнеса, а не товара, окей, договорились? Дальше, показывать, что он может зарабатывать намного больше, чем сейчас, при этом тратить меньше времени, потому что мужчины логичны, ему нужна логика, он понимает, что один в поле, не трактор, тебе нужно создать команду, грубо говоря, сказать так, смотри, а в день у нас есть сколько, 8 трудочасов, правильно, 8 трудочасов, как тебе идею сделать, чтобы у тебя было 80 трудочасов, ну не знаю, как, как-то надо, тебе нужно найти всего лишь 10 человек еще таких, вот у тебя уже в сутки есть 80 трудочасов, и он понимает, что, логически понимает, что он может меньше делать, но зарабатывать при этом больше, потому что у него появляется команда, окей? окей. Дальше, комбинируйте красивый стиль жизни с логикой и большими цифрами, для музыка это очень важно, вытешите его эго, красивый стиль жизни, что он, цифры, и подкрепляйте эти цифры конкретными фактами, конкретными действиями, как вам информация, заходят или не заходят, сейчас листаю следующий слайд, как не стоит делать, это вот, наверное, большая ошибка многих женщин, которые, когда узнали о бизнесе, приходят домой и начинают, как, ну, вообще, как бывает, смотрите, когда мужчина, кормили дома, мужик, жоуноходник, он добытчик, женщина-хранитель очага, мужик, кормилиц, правильно, он такой, кормилиц, и ему приходит, например, его женщина, и говорит, так, короче, бросай все, я тут нашла классную тему, это никогда не сработает, стоп, нужно заходить другим путем, нужно продавать перспективу, ну, стоит сказать, так, например, есть такая-то тема, которая в будущем нам позволит больше уделять времени друг к другу, путешествовать, отдыхать, больше с детками, больше зарабатывать, машина, квартира, мы хотим с тобой отдыхать, да, или помогать родителям, детям, чтобы им было больше, чтобы им было больше, больше, чем мы, вам нужно просто заручиться поддержкой друг у друга, понимаете, и если мужчина вначале даже не будет вам помогать, то он, по крайней мере, или включится, точнее, не включится длина сразу, он, по крайней мере, не будет вам ставить палки в колеса, у нас было именно так, потому что, когда моя жена, Елена, пришла и сказала, слушай, ну, у нас уже был длина, все хорошо, и она тут приходит и говорит, короче, классная тема, можно открывать города, есть еще пустой, нужно, короче, я хочу, number one можно ставить, погнали, я такой, здрасте, вроде бы, нет, но это было неправильно сказано, потому что она не знала того, что сейчас рассказываю я, потом мы сели застыл переговоры, переговорили, осознали, ну, по крайней мере, я не стал ей мешать, она мне сказала так, окей, дорогой, Максим, у нас есть бизнес, в котором занимаюсь конкретным, я как девушка, я хочу тебе тоже зарабатывать, чтобы я чем-то была предель, давай, ты просто будешь мне помогать, я буду его вести, ну, конечно, мужика просят помочь, как он может, я же рыцарь, нужно помогать своей женщине, если она просит, она на это меня взяла, я, окей, давай, у меня есть бизнес, я зарабатываю, тебе тоже помогу выстроить бизнес, чтобы у тебя были свои деньги, мне тоже интересно, у нее свои деньги, она у меня не просит, все привили, всем хорошо, вот, все, да, окей, друзья, мужчины, они вообще, как я и говорил, они охотники, понимаете, и следующий шаг, когда мужчине говорят, слушай, у меня есть к тебе предложение, компания Табуретка, Интернешнл, продукт там, такой-то, такой-то, у мужика сразу срабатывает ассоциация, он сразу себя сравнивает с продавцом косметики, и логика мужчины вообще не ассоциирует себя с продавцом, для него это, знаете, это его как-то даже, наверное, оскорбляет, то есть, я торгаюсь рынка, барыга какой-то, если вот так вот подойти, ему сразу сказать, он скажет, нет, у нас так вот, ну, логика такая, мужики, логично, сразу ассоциации всякие срабатывают, я не торгаш, а стоит, ну, стоит сделать так, подойти, и сказать, что он будет не заниматься продажами, а что будет руководить процессом, организовывать данное направление, ну, как мне и сделали, да, мне потом договорились, я буду организовывать процесс, на мне все технические моменты, а вот это бла-бла-бла, продажи, бизнес, все остальное, этим занималась супруга, а я организатор, я красавчик, я с теми, меня вообще раньше никто не знал, я как бы серый кардинал, это сейчас, потому что уже организация большая, компания большая, я вышел, решил выйти из тени, вот, поэтому, ну, очень важно так делать, мужчине, опять же, гигантизм, что организатор, руководитель, и для нас это очень важно, можно сказать, тебе нравится продавать, он скажет, нет, вот именно поэтому, я тебе предлагаю руководить, организовать процесс, но прежде, чем мы будем руководить с тобой, мы должны показать, ну, то есть, это если вы мужчине говорите, вы говорите, что мы должны тебе показать, как это делается, я тебя сначала научу, а потом, когда ты научишься продавать, продавать бизнес, выступать, руководить, ты все это сможешь делать самостоятельно, поэтому, если ты сейчас это не умеешь, а хочешь успеха, давай-ка учиться, окей, окей, ну, а что, если это факт, либо я быстро научусь дальше руководить, либо я вообще не буду, правильно, поэтому, вот так вот, друзья, как не стоит делать, и следующий слайд, он очень интересный, по статистике, по статистике, мужчины, готовы работать за идею, если вы мужчине продали идею, то он двигается с вами, если нет, если не продали, неправильно сделали, совершили ошибки, которые я сказал, как не стоит делать, тогда он просто ушел в другое место, поэтому мужчине главное продать идею, мне жена продала идею, тем, что у меня свой бизнес, у меня свой, я ей буду помогать, я ей буду помогать, я ей на белом коне, я ей помогаю, настраиваю ее бизнес, мне это откликается, я не продаю, я занимаюсь, я руковожу, я руковожу, и все, идею продали, все, погнали вперед. Другой друг, тебе было полезно, я думаю, это видео, ты сделал свои выводы, и понял, почему же все-таки мужчинам выгодно здесь быть, почему они выбирают этот бизнес, и почему, собственно, я это сделал, методом пробы и ошибок, потому что жизнь, за свой определенный отрезок времени, я открывал, закрывал разные бизнесы, но не суть, если тебе было полезно, ставь палец вверх, подписывайся на канал, ставь на звоночек, чтобы не пропустить, следующее видео, мы делимся на своем канале, разными инструментами, о бизнесе, о продвижении, также мотивационные какие-то моменты, в общем, ты найдешь здесь для себя, много полезного, для того, чтобы расти, развиваться, в бизнесе и в жизни, пиши в комментариях, насколько было полезно, и актуально тебе, с чем ты не согласен, и вообще, может быть, ты против сетевого бизнеса, почему тогда обосну, мне очень интересно твое мнение, а те, кому откликается, пишите тоже, почему вы в этом бизнесе, если у вас есть вопросы, буду рад на них ответить, до скорой встречи, с вами был Владимир Ковленко, погнали!